Всем привет! Неделю назад мы забрали якобы заверенную копию из администрации города Сургут и сфотографировали якобы оригинал устава города Сургут. Третий вариант я нашел в интернете, на сайте администрации. Четвертый вариант, якобы, который есть. Четвертый вариант нужно собирать, потому как, согласно ответу замглавы города, изменения в устав, опубликованные в следующих номерах, Сургутские ведомости. Вот я нашел сайт Сургутские ведомости, номер 3, скачал PDF-ку, и вот здесь, на шестой странице, о внесении изменений в устав муниципального образования. И вот этот документ, СУ-39. В оригинале это выглядит вот так, стоит печать меню 100, и тут все расписано. Четвертый вариант обязательно соберу. Так, что я сделал? Я вот этот оригинал, который был в 2005 году принят. В общем, прогнал его через программу и перевел в текст. Текст у меня получился на 75 страниц. Распознался отлично. В тексте тоже получилось. Потом я решил распознать дополнения, которые мы сфотографировали. Тут мне пришла мысль, я открыл устав сайта администрации, и тут в самом начале указываются все дополнения, которые были приняты. Я решил выяснить, а со всеми ли дополнениями нас ознакомили. И что я выяснил? Вот этого дополнения нет. Нам его не предоставили. 425-го нет. Вот я создал папочку. Но пустое. 548-го нету. Это предоставили зеленым. 678-го нет. 800-го. 3 восьмерки. И 273-го. Раз, два. Три, четыре, пять. Шесть. Шесть дополнений нам не показали. Вот они, папочки пустые. Дальше я зашел посмотреть, как они вообще выглядят, эти дополнения. И обратил внимание вот на эти печати, что у нас зарегистрировано в меню. Стоит гербовая печать. А в конце, на обратной странице, обратите внимание, стоит штемпель и печать гербовая. Гербовая печать обязательно должна залазить на бумажку. На первой странице, по идее, тоже должна гербовая печать стоять. А ее тут нету. Я обратил внимание, что на некоторых дополнениях гербовая печать не залазит на бумажку. То есть, возможно, вот это дополнение перешивали. В меню с одно сдали. Зарегистрировали. А потом перепрошили, вставили свои страницы. Такое возможно. Вот тут печать залазит на бумажку. Более того, есть дополнения, которые вообще печатью от менюста не заверены. Ни гербовой, ни штемпелем. То есть, вот я предполагаю, что данное дополнение перешивалось. То есть, расшивалось, листы менялись. И потом заново сшивались. А печати-то от менюста нету. Это надо в ханты отправлять, как они мне говорили. На первой странице тоже нету гербовой печати. То есть, вот дополнение. Гербовая печать от менюста вообще нигде нет. А где она есть? Ну, вот, допустим, здесь. Штемпеля нет. Тут вообще какая-то непонятная печать. Тоже нигеробовая. Главное управление Министерства по Уральскому федеральному округу. Министерство юстиции. А почему печать нигеробовая? Обратите внимание. Глава города Сидоров расписывается. И стоит печать Думы города с гербом города. А нам предоставили якобы заверенную, как они говорят, копию с совершенно другой печати. Самое главное, обратите на роспись Шувалова. Ну, тут явно видно, что это не роспись, написанная мокрыми чернилами. А это ксерокопия с росписи. Тут такая же печать стоит. Почти не читаема. Ее, по идее, вот здесь вот надо ставить. А они ее специально на веревочке ставят, чтобы не читаемо было. 5 февраля 97 листов. Заверила Чернецова. Что в итоге имеем? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть дополнений вообще неизвестно где. Неизвестно в каком состоянии. Нам их вообще не показали. Нам показали 25 дополнений. Из них 11 либо перешивались, потому что сзади нету гербовой печати от Миньюста. Либо она стоит в кривь, либо в кость. То есть на бумажку не залазит. Ну, в общем, эти документы вообще под сомнением. 11 дополнений. И только 14 из 31 дополнения заверены надлежащим образом в Миньюсте. Так что сравнивать эти документы, интернет-копию, заверенную якобы копию и оригинал нету смысла, потому что у нас до сих пор нету полной версии оригинала на руках. Нам полностью не предоставили оригинал. А это о чем говорит? Требовал устав я от имени СМИ, средства массовой информации. А срок ответа на затреб информации от СМИ 7 суток. А это что значит? Что в действиях заместителя главы Жердева присутствуют признаки состава преступления. По уголовной статье 144. Воспрепятствование законной деятельности журналистов. Часть 2. Тяждеяновья, совершенные с использованием служебного положения. А также статья АК 5.59. Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Вот и выходит, что большая часть дополнений к уставу не может быть принята как документ, заверенный надлежащим образом и зарегистрированный в Минюсте. Нам предоставили такую малую часть 15 дополнений, заверенных надлежащим образом. Вот я выделил те, которые пустышки, либо на задней стороне нет печати Минюста гербовой, либо она не залазит на бумажку. Еще одно несовпадение, то есть я решил посчитать вот эти штемпели. 24 штемпеля. То же самое, обратите внимание, не везде стоит гербовая печать от Минюста. Здесь вот тоже вообще нету ни одной печати Минюста. А роспись, согласно ГОСТу, удостоверяет круглая печать. И именно гербовая. Никак не прямоугольная. Это вообще штемпель называется. Вот и выходит, что нам показали 25 дополнений, а на самом уставе стоит 24 штемпеля. Как вы это можете объяснить? А самый главный вопрос, где вот эти вот дополнения, которые нам вообще не показали. В общем, завтра будем звонить в администрацию и выяснять, где еще 6 дополнений. Ну, а если нам их не предоставят, будем от имени СМИ писать заявление в прокуратуру. Вот и выходит, что в городе Сургут на самом деле нет устава. Даже если они покажут вот эти 6 дополнений, которые они от нас скрыли, то как минимум 11 из этих дополнений заверены ненадлежащим образом, не зарегистрированы в Минюсте. Ну, как можно считать, что вот этот документ является подлинным, если он не заверен Минюстом? Нету штемпеля от Минюста. А если он здесь когда-то стоял, значит они... Хотя вот штемпель стоит от Минюста. Это о чем говорит? Значит, вот здесь тоже стоял штемпель от Минюста. А куда он делся? Значит, перепрошили. Я так понимаю. Вывод простой. На данный момент юридически действующего устава в городе Сургуте нету. Либо нам предоставили какую-то подделку для отвода глаз. Ну, тогда это более серьезное действие они совершили. В общем, завтра будем звонить и выяснять этот вопрос. Благодарствуем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok